МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Квартирный вопрос» и я, Оксана Козырева. Наша героиня Ирина Пелюганова, логопед, часто с детьми занимается дома, в проходной гостиной, вот за этим столом. Неудобно это для всех. Когда идет урок, жизнь в квартире останавливается. Дочка с зятем вынуждены сидеть у себя в комнате, а муж в спальне. Что ж, пора дать домочадцам свободу, а Ирине собственное рабочее место. Организуем его здесь. Новый интерьер будет жить двойной жизнью. Днем послужит нашим героем кабинетом, а вечером уютной спальней со ставнями, похожими на решеток. Давай еще снежок побросаем сюда. Это чуть маловато. Теперь я вот так сделаю. У кого как, а у пелюгановых гринбергов даже рядовая уборка – отличный повод для веселья. Ведь орудовать приходится такими раритетами. Это убивалочка с 50-х, 60-х годов прошлого века. Она работает безотказно, не портится, не ломается. Видите, какая? Вот. Дом у Ирины Анатольевны и Наума Евгеньевича тоже уникум. До Кремля каких-то полчаса на метро. А тут – два этажа, полисадник с деревянным заборчиком, яблоневый сад. Поселок Курьянова был спроектирован в 50-е годы 20-го века для работников станции аэрации, расположенной неподалеку. В 60-м он стал Москвой, но каким-то чудом избежал массовой застройки. Здесь вот домики эти, вот эти сарайчики, вот эти вот домашние животные были раньше. Сейчас уже, к сожалению. Вот в том доме, там Борька жил. Это был Боров, Борька. Да, это было во времена перестройки. Хрюкал-бегал. Были петухи, были индюки, были козы, это мы тоже видели. Было весело, как в зоопарке я водила мариночку. Как в деревне. В эту Курьяновскую трешку, тогда еще коммуналку, супруги с новорожденной дочкой Мариной перебрались из Ташкента. А не так давно здесь новый член семьи появился, зять Георгий. Теперь на нейтральной территории гостиной нередко разворачиваются баталии. Но, к счастью, только бильярдные. Ничья. Ничья, боевая. Убедила дружба. У меня очень либеральные родители, они относятся хорошо к моему мужу, они всегда нам помогают, наоборот, поэтому мне с ними комфортно жить. Они даже хотят нас отправить в другую квартиру жить, от них хотели, но все равно мы не можем от них уехать. Конечно, приятно. Одним, наверное, все-таки скучновато, я так думаю. Хотя скучать Ирине Анатольевне некогда. Увлеченный логопед-дефектолог, она даже на пенсии не оставляет своих подопечных. Каждый ребенок индивидуальность, и надо подбирать к нему ключи. Начинаю с себя верить, свой успех, когда действительно сложные дети вдруг из гадкого утенка превращаются в лебедь. Домочадцы, чтобы не мешать, разбегаются кто куда. Молодые по делам или в кино, Наум Евгеньевич в спальню садится за инструменты. В свободное время инженер-машиностроитель предпочитает творить руками. Правда, работать с деревом приходится на коленке, где-то между шкафом и диваном, который для этого необходимо сложить. Вот это делать не совсем удобно, и каждый раз, естественно, убирать куда-то постель, постельные принадлежности, кроме вот этих подушек, тоже довольно-таки проблематично. Компьютерный стол. Да, я за ним работаю, делаю пособия, но заниматься здесь с ребенком никак нельзя. И места малое, и для ребенка здесь не устроено, пособия не разложишь. Мне же тоже нужно такое что делать, но я вынужден... В очереди стоять. В очереди стоять, совершенно правильно. Именно так. А если она совсем окопается, мне надо будет отсюда шморки свою бросить. Итак, вы еще хотите и второй кабинет в этой комнате. И как же мы это все совместим со спальней? Вот как вы себе видите, ведь наверняка вам нужно отдыхать с комфортом здесь. Мы очень рассчитываем на вас. Правильно. Я думаю, что спальное место должно убираться на время занятий, естественно. В какой обстановке, в каких цветах, в каких материалах хотелось бы отдыхать? Какие оттенки нравятся? Ну, так как здесь будут детишки, пусть здесь будет достаточно светло. И, в общем-то, так радужно, весело. Но у Евгеньевича говорит пастельные тона. Ну, вот он пастельные тона, но все-таки... А вы яркие любите. Ну, не совсем яркие. На Завзакистан. Пусть они будут приглушенные. Но чтобы это было не белый, не синий. Не люблю эти цвета. И не было кирпича, вот как сейчас это можно. Лофт. Да, стены. Лофт не хотим. А сейчас очень все классика. Вот как типа Эрмитаж, как я вот... Ну, Эрмитаж, это прям заявка такая серьезная. Ну, в стиле таком, классическом. Нет, ну, веселик тут не надо. Не тяжелое. Можете потолки почти как в Эрмитаж, еще высокие. Да, 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 вот это надо использовать, я считаю. То есть лепнина нравится, может, еще и вензеля. Ну, я не знаю, вензеля детям или нет. Я говорю, если с амурчиками, там, с тем-то... Амурчик, это хорошо пошло. Ну, это если в духе Эрмитажа. То есть из каждого угла как бы амурчик, да, там, весь такие... Ну, может быть, из каждого угла амурчик будет выглядывать, а может быть, вот то, что я вам сейчас покажу. А что? Это ассоциация на тему вашего будущего интерьера. Так, 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 так. В черно-белых тонах. И, наверное, такие плавные формы, что ли, я даже не знаю. Ну, может быть, может быть. Какие еще мысли? Да, потому что... У нас мозговой штурм такой краткий. Там, где дети, не должно быть острых углов. А черный цвет вот такой? А черный? Нет. Что ж такое черное? Я против черного. Это может быть гравюры какие-то. Просто не нравится, да, что вы черный цвет? Не люблю черный цвет. Так. Может, мочь, звезды на потолке? Да все что угодно может быть. Вы как бы подумайте. Тут еще один сюрприз в этом предмете есть. Смотрите. А это натуральное дерево. Я так понимаю, да. Уже повеселее. Уже светлее. Да, светлее. Вообще, я дерево люблю. Я жарил немножечко. Да, 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 я знаю, конечно. Кресла такие могут быть. Какие кресла? Круглые. Было круглые молодцы. У нас будет кресла. А может быть, курочки или как-то вот пуфики какие-то там. Я предлагаю вам еще поразмышлять. Время у вас будет. Да. Подумайте о предмете загадки. А пока будем прощаться. Пойдемте, я вас провожу. Рассказывайте, куда едете. Едем мы к моей двоюродной сестре. Погостить. Ну и замечательно. С волнением покидаете квартиру. С надеждой. С надеждой на лучшее будущее. Ну и замечательно, что такое настроение у вас. Всего хорошего. Удачи вам. Всего хорошего. Пока-пока. Увидимся. Юль, ну конечно насторожил наших героев цвет предмета загадки. Вот испугали, что черная комната будет. Нет, черного цвета у нас не будет в интерьере. Это будут какие-то акценты. Мы можем ввести черный цвет для того, чтобы подчеркнуть геометрию. Какую-то пластичность, возможно, каких-то элементов. Гамма спокойная. И черный цвет, как мы видим, это просто в каких-то элементах для добавления графичности. А сфера, вот эта вот форма? Оно добавляет мягкости интерьеру, какую-то интригу и дополнительную историю. Это светильник потолочный, который у нас напоминает сферу, состоящую из двух элементов. Также это экраны на радиаторах. Такие дырчатые, с круглыми отверстиями. Да, с перфорацией. Даже подушки на эскизе круглые. Но в целом все довольно строго. Герои наши говорили, что классика им нравится. Даже Эрмитаж прозвучал. Этот интерьер, это как современное прочтение некой классики, возможно, французской. Мы оставляем ее в виде каких-то лепных элементов. Это потолочные карнизы. Это молдинги, которыми мы добавим какую-то геометрию и графику помещению, визуально вытянув его и поставив за счет плинтусов на каблучки. Так, отлично. Нужны два кабинета здесь и комфортная спальня. Вот с места для Ирины давай начнем. Мы ей выделили самую большую зону для занятий, ближе к свету. У нас есть трансформирующийся шкаф, который превращается в рабочий стол. И плюс еще задействуем подоконник. Полноценный на самом деле кабинет получится. И книги все встанут, какие-то пособия, игрушки. Если нам не нужно уже заниматься с детьми. Все обратно убирается. Да, убирается. А спальня-то у нас как раз на том месте, где мы стоим будет. Здесь диван, вращающийся в кровать. И кабинет для Наума Евгеньевича, в принципе, там же, где он и находился. Только вы переживали, что темновато. Да, мы предусмотрим эргономику. То есть дополнительный свет пустим обязательно. Поэтому все в этом плане будет хорошо. Ну что, Юль, мне кажется, интересный проект должен получиться. Предлагаю скорее начать. Далее в квартирном вопросе. Отправимся в гости к героям одной из наших программ. Узнаем, довольны ли они своей мобильной гостиной. Часто ли смотрят кино и устраивают дискотеки. Также в программе кабинет логопеда Ирины Пелюгановой мы обустроим прямо в супружеской спальне. Чтобы два пространства не пересекались, все будет убираться в шкафы. Ночью кровать, днем столешница и компьютерный столик. Ну а окна мы закроем черными-черными ставнями. Квартирный вопрос приступает к преображению 16-метровой спальни с кабинетом. Все поверхности уже очищены и готовы к работе. Тем временем прибыл наш заказ из гипермаркета товаров для ремонта и обустройства Леруа-Мерлен. Там можно найти все. От инструментов и стройматериалов, до кухонной мебели и освещения. Закупки идут напрямую от производителей, поэтому цены всегда низкие. Вот теперь можно начинать. Первым делом грунтуем кирпич, чтобы улучшить его сцепление со штукатуркой. Готовим и наносим экологичный гипсовый состав. Даже когда он высохнет, поверхности продолжат дышать. То есть вбирать влагу во влажный период, а в сухой наоборот отдавать. Деревянный потолок немного опустим, чтобы выровнять. Подвесная гипсокартонная конструкция идеально справится с этой задачей. Направляющие профили устанавливаем с уплотнительной лентой. Также для каркаса потребуются потолочные профили, прямые подвесы и соединители краба. Еще одна лента, разделительная, предотвратит трещины в местах примыкания подвесного потолка к стенам. Подготовка к науф-листов для обшивки займет минимум времени. Торцевые кромки гипсокартона обрабатываем специальным рубанком. Для фиксации используем саморезы. Теперь новый надежный потолок готов. Устанавливаем окна из клееного соснового бруса. Срок службы у них порядка 60 лет. Толщина профиля 78 миллиметров. Стеклопакеты двухкамерные. Внутреннее стекло энергосберегающее, что значительно сокращает теплопотерю в холодное время года. Ручки в ретро-стиле под старую латунь. Начинаем покраску. Используем прочное покрытие на водной основе ультравезист. Оно устойчиво к истиранию, царапинам и ударам. Поверхности отлично моются. Для потолка мы выбрали белый цвет, для стен нежно-голубой. Откосы окон, батареи и простенки за ними красим в контрастный черный. Теперь на эластичный полиуретановый клей укладываем инженерный паркет. Верхний слой у него дуб, нижний – фанера. Способ укладки – французская елка или шеврон. Оттенок тонировки называется «рейн», такой же прохладно-сероватый, как одноименная река. Максимально приближен к природному цвету, словно дерево долго выдерживалось на открытом воздухе. Покрытие – масловоск. При необходимости легко обновляется без шлифовки. Пока мы занимаемся творчеством, переделываем спальню для семьи Пелюгановых, наши герои тоже творят. Вот сейчас они на мастер-классе по лепке из глины. Происходит все это в гостях у подруги семьи. Здравствуйте, здравствуйте. Пускайте нас скорее. Квартирный вопрос. Новый Евгеньевич, представляете нам девушку. Это Ирина, друг нашей семьи. Очень приятно. Она, видимо, и командует в процессе. Она будет вести мастер-класс. То есть вы уже в деле, руки все в глине. Да, да, да. Вот присоединяйтесь к нам. С большим удовольствием. Пойдемте. Здравствуйте всем. Так, фасочек веселый с апельсинчиками. Нашему творческому процессу. Это мои дети. Это Настя. Это Петя. Это Петя. Очень приятно. Новый Евгеньевич, расскажите, вы же первый раз или не первый уже? Ну, второй, так сказать. Второй, да. Вот моя первая работа была. О, это кто такой? Это бас на Крылова есть бык-лягушка. А сейчас что лепите? Орех? Сейчас я хочу сделать чашку в виде грецкого ореха. Интересно. Елена Анатольевна, а вы в первый раз? Да, я первый раз держу, наверное, глину в руках. Ну, так как мы из Узбекистана, мне кажется, вот какой-то типа пиалушки я слепила. Беть, ты это что лепишь? Чашу в форме ананаса. Ананаса? Интересно. У вас то орехи, то ананасы. А у Насти вот птица какая-то горная. Нет, это парящий мессия. Парящий мессия? Ничего себе. Ну, тактильные ощущения, слышите, невероятные. Как раз вот, чтобы не волноваться о результатах переделки, можно бесконечно катать глину. Ну, а давайте вспомним предмет загадки первый. Шар нас принял как хай-тек, а мы говорили... О гармитаже, я помню. Черный цвет у нас. Не вписался никак черный шар в концепцию. У меня как-то нет. Насть, вот ты как думаешь? Это будет какой-то модерновый интерьер, какой обычно будет минималистический. О, какой интересный. Еще я думаю, что, видите, шар был черный. Черный, черный, да. А внутренний был деревянный светлый. Светлый, да, все правильно, натуральный. А на этой полы будут светлые. И там могут быть большие окна от пола до потолка, чтобы свет проникал в комнату, свободно освещал свое пространство. Посмотрите, то есть Настя предполагает, что там суперсовременно. А что, подрастающее поколение? Вполне. Ну, у вас обстановка, конечно, здесь очень творческая. Куклы, картины, витражи. Я вот один предмет еще сюда добавлю. Правда, временно. Готовы? Будем смотреть? Да. На вам печь, да? Конечно. Ну все, заносите. Ух ты! Ну-ка. Вот он круг. Спасибо большое. Вот он шар. Вот вам еще. Ненадолго. Вот эта картина совершенно точно будет у вас в комнате. Я так и поняла. Понятно. Здорово. Какой интерьер вокруг может быть? Какие у вас предположения? Наверное, будет белый прямоугольный диван с современным стилем. Может быть, знаете, такие есть кресла, мешки какого-нибудь мягкого цвета. Например, голубого или желтого. Как акценты яркие. Да. А все-таки шоколадный вот этот вот цвет. Шоколад. Вы думаете, он где-то еще будет, да, в интерьере? Мне кажется, ну, может быть, пол, да, ковер будет сочетаться с этим. Потому что все равно это с чем-то должно сочетаться. Ну, а в целом, вот если эмоционально брать, вам нравится это? Или все-таки вы пока не понимаете? Нет, мне оно нравится. Только мне вот непонятно, куда делся мой эрмитаж. СМЕХ Тем временем в спальне идет установка розеток и выключателей. Они продолжают тему черного шара, показанного нашим героем в качестве предмета загадки. Эта серия называется «1930» и удачно сочетает ностальгический дизайн середины 20 века с современными технологиями. Переходим к двери. Монтируем короб-моноблок. Единая с наличниками конструкция получается особо прочной. К тому же позволяет полотну встать в той же плоскости. В нашем случае это дверь-книжка, которая складывается пополам и экономит пространство. Закрепляем ее на верхнем направляющем профиле. Закрепляем ее на верхнем направляющем профиле. Закрепляем ее на верхнем направляющем профиле. Очень свежо. А окна у нас из сосны. Это всегда экологично. То есть дышат эти окна. Да, циркуляция воздуха всегда более естественным способом организовывается. Но вот про высоту я хотела бы остановить. Что у нас все-таки здесь высокие потолки, то есть 3 метра. И у нас дополнительно вот эти вот черные ниши, они подчеркивают высоту. И на это работает еще вот то, что у нас оторван голубой цвет от потолка, вот этой белой полосой. Да, это у нас графичная такая тоже деталь интерьера, которая дополнится также еще карнизами, лепниной. Все-таки у нас такое современное прочтение классики. Это еще детали, ручки, например, подобраны в проекте все индивидуально. Это античная латунь, например, на окнах. Фактура такого со старином металла, еще форма, вот особенно на окнах, очень такая изящная у ручки. Да, да, да. Все остальное у нас действительно такого нежного оттенка, вот голубого, дверь серого. Это шпон ясеня с брошировкой. И эта дверь-книжка, она у нас складывается. Складывается. Конферсионально. Если вот посмотреть, продемонстрировать, эти двери никак друг с другом не конфликтуют. То есть никто, выходя из ванной, переходя в спальню или обратно, не будет в потоке не переселиваться. Дверьми, да. И удобно, что здесь мы тоже место сэкономили. Да, если бы была распашная дверь, то история была бы уже немного не та, не наша. Но тут еще дверь-конструктор, поэтому всю эту тему с трансформацией, она подчеркивает еще раз. Поддерживает всю нашу концепцию интерьера. А еще я заметила, что у нас этот серый оттенок, да, он даже в оформлении пола повторяется. Полы у нас такие живописные, и при этом они гармонируют с серыми оттенками, которые у нас есть в интерьере. Любопытна технология, что морили разным способом, вот разные плашки, и поэтому получилось, что он такой немного разноцветный. Каждая такая индивидуальная, с переходами, градациями. Тоже такой отсыл к классическому интерьеру, и он у нас не последний в отделке. Лепнина по потолкам, также у нас будет высокий плинтус, фризы такие изящные. Ну и замечательно, тогда продолжаем. Начинаем сборку мебели. Одной из стен займет хитроумный модуль-трансформер, который объединит в себе полки, диван и кровать. Все элементы каркаса выполнены из ламинированной ДСП. Дополняем конструкцию встроенным диодным освещением. Ножки из 8-миллиметровой стали выдвигаются при раскладывании. Ортопедический матрас для удобства фиксируется ремнями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По обеим сторонам от кровати система хранения с распашными фасадами и профильными ручками. Отделка – шпон с оригинальной геометрической раскладкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверху – антресоли. Дверцы открываются нажатием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подоконники сделаны из крашеной МДФ. Круглые отверстия для выхода теплого воздуха вырезаны лазером. К кровати-трансформеру присоединяем диванчик в обивке из микровелюра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля, теперь наши герои будут не на раскладном диване спать, да, а на кровати. Мы ее замаскировали здесь. Так, присел на диванчик и, в принципе, даже не подумаешь, что здесь какое-то спальное место организовано, очень удобно, мягкие подушки. Очень нежно смотрится диван, такого голубого оттенка, светлого. Небесного. Оттенком стен перекликается. Почти облако, только голубое. Ну и самое главное, что вся вот эта конструкция, да, с диваном легко превращается в кровать. Сначала, да, сидение дивана, которое мы вот так вот опускаем вниз. Вот, оно у нас спряталось. И дальше уже кровать. Вот есть предохранитель, то есть она не упадет, она вот так фиксируется. И дальше можно вот легким движением ее начинать опускать. А теперь ее можно, в принципе, отпустить, да? Да, под собственным весом она опускается. Очень плавно, то есть это все безопасно. Ножки выдвигаются вот эти черные. А здесь достаточно просто прижать, ну и, пожалуйста, в комнату пираль, в спальню. Да, и у нас тут предусмотрен ортопедический матрас. Для здорового сна наших героев. А ширина у нас метр шестьдесят. Это шестьдесят на метр девяносто. Также у нас здесь предусмотрена подсветка. И сбоку, и наверху. Да, каждый для себя сам управляет. Стонарьем жизни. И наверху мы все пространство тоже использовали. Это шкафы. Никогда не бывает лишним. Ну и тут у нас по бокам тоже есть система хранения. В обратное положение тоже легко кровать приводится. Это важный момент. Ее даже не нужно какое-то усилие прикладывать, да, чтобы приподнять. Вот она на газлифтах. Вот так доходит. И здесь просто зафиксировать нужно все. По бокам у нас шкафы тоже непростые. Здесь мы храним вещи, свой гардероб. А слева у нас пространство рабочее. Но он Евгеньевич сможет вот так открыть нижние фасады, да, и выдвинуть для себя столешницу. То есть шкафчик с секретом. И все легко убирается при необходимости. То есть мы задвинули, закрыли дверцы. И ничего лишнего на виду не осталось. Да. Ну а пока переделка продолжается, я предлагаю отправиться в гости героям одной из наших прошлых программ. Посмотрим, как изменилась их жизнь после нашей переделки. Два года назад участницей нашей программы стала давняя поклонница квартирного вопроса Валентина Терентьева, дизайнер по текстилю. При полной поддержке мужа Алексея она решила перенести спальню в небольшой кабинет, а проходную 20-метровую комнату превратить в гостиную с местом для работы. Архитекторы Григорий Соломин и Сергей Сердюков оформили стены фресками с разными орнаментами и выстроили яркий стеллаж во всю стену. Но главное, движущиеся панели и система умного дома сделали гостиную по-настоящему мобильной. Нажал кнопку, и ты в кинозале, за столом с друзьями или на танцплощадке. Проходи. Ничего себе! Круто! Это вообще наша комната! Давайте, кино. Вот, нажимаем. О, что такое? Ничего себе! Вообще обалдеть! Нужно диско? Давайте. Ну все, дальше музыку включайте. У вас там есть медиапроигрыватель. И все, дискотека. Пожив в этом интерьере, понимаю, что, да, у дизайнеров были достаточно смелые идеи, инновационные, я бы сказала, да, такого, в общем-то, я не видела ни в одной переделке. Да, к этому надо было привыкли. Мы привыкли. Дети вообще все это приняли на ура, буквально одномоментно. Может быть, мы не так легко воспринимаем уже взрослые люди. А для детей это было, в общем-то, очень естественно. Первым делом хозяйка, как профессионал, подобрала для гостиной новые шторы и пушистый ковер. От ощущения офиса, которая не покидала ее поначалу, не осталось и следа. А вот с мнением телезрителей на форуме переделки, что орнаменты фресок чересчур пестрят, Терентьевы не согласны. Наоборот, то, что разные фрески на всех стенах разные, это нравится как раз. Ты посмотрел, окинул взглядом одну стену, вот одно тебе помещение, повернулся, уже другое. Это, наоборот, я считаю, что это плюс. То, что хотелось. То, что хотелось. В общем-то, мы это и просили у дизайнеров. Тут угадали. Много споров велось и вокруг движущихся панелей. Оправдано ли такое решение? По задумке архитекторов, они должны были выполнять функцию шторп, двери, фасады стеллажа, быть киноэкраном и просто менять настроение комнаты. Полотна, которые на стеллаже, они используются по прямому назначению. Когда мы надолго уезжаем, чтобы прикрыть стеллажи от пыли, мы их всегда закрываем. Эти полотна, опять же, при большом солнце, в общем-то, всегда тоже используются, именно как шторы. А вот эти полотна, к сожалению, я считаю, что это больше пылесборник. Мы их снимем однозначно. Домашние киносеансы у Терентьевых собирают и детей, и взрослых. Приятный повод провести время всей семьей. Это, пожалуй, наверное, вообще лучшее, что есть в этой комнате, потому что сами мы домашний кинотеатр вряд ли бы установили. А тут такой подарок под квартирным вопросом, это просто отлично. Здесь же проходят и дискотеки. Настроение на танцполе задает потолок. Потолок просто шикарный, потолок отличный, потому что, ну, во-первых, такого нет ни у кого. Это необычно, и он разный. Во всех квартирах всегда висит одна люстра, и все. А тут можно сделать столько сценариев, и это здорово. Детям очень нравится, когда приходят гости, друзья. Они, в общем-то, интенсивно это все используют. Всегда удобно находить взглядом окошко с улицы. Новый интерьер повлек за собой и другие переделки. Комнаты Вани и Мити заиграли разноцветными обоями. А спальня родителей, как и планировалось, переехала в бывший кабинет. Ведь работать теперь можно в гостиной. Раньше, как это у нас стереотип такой, что нужно повесить тюль, повесить портьеру. Сейчас у меня вот об этом представление однозначно изменились. Теперь, когда я придумываю какую-то модель, опять же, шторы для своих вот заказчиков, мне хочется, чтобы в комнате было больше воздуха. То есть мне хочется меньше использовать тканей, а хочется, чтобы свет проникал в комнату, чтобы было, в общем, более такое легкое и свежее освещение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартирный вопрос продолжает переделку 16-метровой спальни с рабочим кабинетом логопеда. Собственно, его организацией мы сейчас и займемся. Слева от окна устанавливаем высокий стеллаж. Фасадов нет, но есть навесная рама, с помощью которой будет выезжать рабочий стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один стеллаж, на этот раз только с полками, размещаем симметрично. Между собой они связаны с толешницей-подоконником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Юля, ну что, у Ирины Анатольевны появился свой кабинет, наконец-то. Не в проходной комнате, а в спальне. Да, у нас получилось полноценное рабочее пространство. А с глубокими стеллажами. Действительно, много очень полок, и внизу еще закрытые секции. Также у нас есть огромное рабочее пространство у окна. Это как источник естественного света всегда хорошо для занятий, особенно с детьми. Такая широкая столешница. За ней можно заниматься вдвоем, даже, я думаю, при желании втроем. Ноутбук поставить, зарядить телефон, лампу на столе, что угодно. Да, все предусмотрено. И это еще не все. Вот стеллаж у нас слева, он с секретом. Стеллаж трансформируется у нас в дополнительный кабинет. Да, у нас такой архитектурный ход. Мы организовываем зону, иллюзорно отделяя спальню от кабинета, в котором она может заниматься с детьми, как сидя напротив них, так и рядом. Ну да, она и здесь может сидеть, посадить ребенка сюда, либо вот здесь, друг напротив друга, они могут располагаться. Какой логопед без зеркала нужно все показывать. Вот оно у нас очень большое. Да, зеркало. Вот так будут сидеть и какие-то репетировать артикуляцию. Важный момент, я хочу обратить внимание, что сейчас у нас не зафиксирована эта рамка, но она будет четко шпингалетом. Да, у нас будет фиксация жесткая, поэтому мы будем уверены в том, что наша конструкция никуда не поедет во время занятий. То есть даже психологически будет ощущение, что ты так отделился от домашних дел, да, вот открыл свой кабинетик, переоделся, сел за рабочий стол и начал вести занятия. Да, именно так. Продолжаем декор. Как и обещали, без карнизов, плинтусов и молдингов эту спальню мы не оставим. Все элементы выполнены из ЛДФ, легкой плиты на основе спрессованных волокон сосны. Материал прочный, стабильный и гибкий. Плинтус высокий, 22 сантиметра. Из тонких молдингов с классическим рельефом составляем фризы. На очереди экраны для радиаторов. Они съемные, держатся на мощных магнитах. К ним вставни компаньоны, навешиваем их на петли. Направляющий профиль для плавного хода закрепили в откосе окна. Все выполнено из МДФ, отверстия прорезаны лазером. В ответ перфорированным ставнем многоточие в дверном проеме. Это тоже лазерная резка. Покраска в тон стен. Над рабочим местом подключаем лампу. Шарнирная ножка и плафон подвижны. Направление света можно менять. Центр потолка занимает люстра ручной работы. Выполнена на заказ из латуни и молочного стекла. Изголовье кровати мы декорировали современной фреской. Рисунок напечатан на флизелиновом полотне по тонкому слою штукатурки. Стену с дверью дополняем панелями из тонированного дуба с торцевым спилом. Их изготовили для нас в Томске. Последний штрих в оформлении окон – плотные жалюзи-плиссе от яркого солнца. Для юных посетителей этой комнаты предусмотрели ортопедическое кресло-трансформер. Оно легко подстроится под ребенка или подростка. Обивка – современный дышащий материал с антибактериальным покрытием. А для хозяйки нашелся удобный деревянный стул с мягким сидением. Помимо прочего – яркое акцентное пятно. Убранство кровати из хлопка. Плечики с мягкими шнурами подойдут для самых нежных тканей. Кабинет в шкафу подсвечиваем. Металлическая лампа с круглым закрытым абажуром дает мягкий свет. На столе у окна – черный стеклянный гриф с матовым рассеивателем. Еще один симпатичный предмет одновременно таит в себе и свет, и звук. Это беспроводная акустическая колонка. Ну и часы на занятиях – вещь исключительно полезная. Разноцветные коробки и вертикальные лотки хозяйка сможет приспособить под учебное пособие. А деревянные разделители книг помогут организовать рабочее пространство удобно и красиво. Дубовое панно – эффектное паспарту для картины. Ее написал автор проекта – дизайнер Юлия Атаманенко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Юля, обещали мы комнате двойную жизнь. В общем-то, слово «сдержали». Вот с виду это просто у нас пространство с диваном, шкафами, рабочим столом. Но здесь масса скрытых возможностей заложена. Да, у нас разворачивается сценарий таким образом, что сейчас мы видим такое помещение очень больших масштабов. Это как гостиная зона и зона рабочая мини сейчас. А в разложенном виде это уже второй сценарий, когда у нас превращается в полноценную спальню, кровать раскладывается. И у нас рабочая зона выдвигается для занятий с детьми. Наум Евгеньевич сказал, что эрмитаж. Он даже, глядя на эту картину, которую мы ему привезли, сказал, не понимаю, где мой эрмитаж. Ну, в общем-то, эрмитаж у нас сейчас в виде каких-то классических элементов, но на современный манер. Это лепнина, декоративные элементы. Это какие-то вот такие элементы в виде ручек состаренных. Но вот, например, в молдинге это все-таки такая вот раскладка нетипичная для классического интерьера. Да, тут эти ломанные линии, они немножко так контрастируют с формом круга, придавая помещению некую динамику. Хотелось какой-то вот такой вот конфликтности форм. Но с конфликтностью форм у нас здесь все в порядке, потому что вот есть и жесткая графика, и есть мягкие, шарообразные формы, круги. Вот даже мы вход вот так обрамили такими деревянными таблетками. Да, эти круги дружат и как-то перекликаются с другими элементами круга, которые мы видим в помещении. На картине, вот, например, опять же у нас два. Да, картина это как некий символ проекта, скажем так. Я его увидела вот в таком духе, в таком настроении и вот выразила на холсте. То есть это ваша авторская работа специально для этого проекта, на память героям нашим. Плюс мы еще подчеркнули картину. Да, за счет этих накладок увеличили зрительно масштаб помещения. Хорошо. Круглые формы у нас еще и в светильниках повторяются, да? Да, светильник потолочный, центральный, у нас изготовлен на заказ по чертежам. Опять же, по вашим, то есть это еще одна такая уникальная вещь. Это все отлито вручную. То есть это полностью ручная работа. Вот эти плафоны специально для нас выдавали. В Петербурге, если я не ошибаюсь. Ну вот привет Эрмитажу. И в светильниках тоже круглые формы, вот такой гриб, да? Да, такая современная форма круга. Также у нас бра в форме круга. И третий светильник у Наума Евгеньевича тоже в поддержку круга. Тоже с круглым плафоном, да. А окна у нас очень необычным способом закрываются вот такими ставнями. Но есть и функциональное, да, у них вот назначение. То есть все-таки свет гасит. Это не только декоративная функция, но здесь предусмотрено также еще, если говорить о свете, у нас есть плиссе, который мы можем опустить, да, там спокойно. Если нужно закрыть полностью, да, окно, если мешает свет. За счет попадания света через отверстие в помещение у нас комната будет как-то бликовать и смотреться еще интереснее. Ну, у нас для именно занятий с детьми здесь все продумано. Два кресла, и одно из них необычное. Это ортопедический такой стул. С регулировкой, да, по высоте, по глубине. Это уже высота сидения. И даже если маленький ученик, да, можно глубину отрегулировать. Вот так раз подвинул, и он комфортно сядет. Мне кажется, наши герои будут крайне удивлены вот тому количеству возможностей, которые теперь есть у интерьера. Предлагаю их звать скорее. Давайте. Ну, а как они примут свою новую комнату, мы узнаем совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы переделали комнату для Ирины Анатольевны и Наумы Евгеньевича. В новом интерьере нам удалось спрятать не только кровать, но и рабочий кабинет. Наши герои вместе с дочкой и зятем уже подъехали. Можем встречать. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, проходите. Здравствуйте. Вы в полном составе. Ты с Мариной, и с Георгией все вместе. Да, все вместе сегодня собрались. И с праздничным настроением, с пирожными, с подарками. Чак-чак, кто готовил? Ирина, наверное. А пирожные ягодные. А пирожные ягодные. Наум Евгеньевич, ваше фирменное блюдо. Замечательно. Я смотрю, еще у вас рамка там вот такая вот. Да, это посвящение вам. Целая поэма. Да, но я вам немножко процентирую. Ну хоть кусочек читайте. Пусть всегда нас будет удивлять. Ваша вдохновенная работа. Всю неделю зритель должен ждать, чтобы скорее опять пришла суббота. Ой, ну замечательно. Ирина, Ирина, спокойно. Мамки. Чего там? Это от волнения, мне кажется. А почему волнуетесь? Переживаете, что получилось? Да, нет, не так, чтобы мы переживали. Мы знаем, что мы не просто уверены, что прекрасно все сделано. То есть совершенно никаких сомнений и волнений нет? Единственное, интересно, очень соскучились, во-первых. А во-вторых, очень интересно, конечно, во что конкретно это воплотилось. Мария, как вы думаете, что там родители ждет? Какая комната? Я думаю, что будет в современном стиле. Думаю, будет с какими-то черными вкраплениями, судя по подсказке. Георгия, вы как думаете? Мне кажется, что будет много черной мебели. Почему-то, кажется, раз черное дерево было, и она будет округлая какая-нибудь мебель. Ирина, ну а вы уже ждали ярких цветов. А я думала много над картиной. Плоса светлая, плоса темная, так же, как в жизни. День, ночь, а потом там в углу, насколько я помню, там коричневый цвет. Шоколадный. Да, а потом все в шоколаде. Все в шоколаде. Все в шоколаде. Черного цвета, да. Интерьер в шоколаде. То есть все будет в шоколадный перейдет. Ну тогда я больше не буду вас томить, и пойдем посмотрим, что же у нас на самом деле получилось. Проходи, пойдемте. Нетерпение сплошное. Ох, какая дверь-то, елка. Ой. А-а-а. Я вообще не узнаю. Просто со стороны на самом деле. О, где картины? Я не выскалывала, как я думала. Лампа черная. Я же сказала, что мебельческая. Соображу. А посмотри, деревья какие. Да, железа. Да, у вас окна новые, деревянные. Очень классные. Ох, какие классные. Смотрела. А вот эти кружочки черные. Папа, это практически... Какой светильный. О, задвигается. Тряч, не трогай. А можно... Все, можно трогать, двигать. Это у вас такие ставни. Можете с другой стороны закрыть. Это у вас ставни. Они немножко и свет гасят. И можно просто для красоты закрыть. Папа, смотри, какое кресло. Это для мамы. Сядь. Ирина Анатольевна, но это кресло. Оно в первую очередь для ваших занятий. Для вас. Для вас. Для детей. Это для меня даже. Садись. Это для детей. Оно и для детей, и для взрослых, но для детей оно удобнее. Вот у вас здесь такие откидываются рычажки. И вот можно, конечно, спинку регулировать. То есть видите, да, вот так вот. Ой, здорово. Точно так же у вас регулируется вот здесь сиденье. Мужчин, по-моему. И тащить, да? Да, и тащить. Вверх или вниз. И вот здесь вот такие нижние, они вот тоже так откидываются. Вот это глубина сиденья. Я правильно все делала на месте? Ой, я мечтала вот это так. Да, Марин, а вот теперь слева, вот видите, открывается, распасняется. Боже мой, что мы придумали? Ну вы стойте, Марин, стойте. Вот здесь, смотрите, здесь маленький шпингаляк, фиксатор. Вот конструкторская работа. Зеркало. О, точно, я говорю. Да вы что? Зеркало. Смотри, как здорово. Какая прелесть. И тут не один-два человека, а три поместницы. Да. То есть вы можете с той стороны и с этой, как вам удобно сидеть? А вы с двумя занимаетесь, да? Ты задумка была отгородить такой кабинет у вас. Я не знаю, как изумительно. Вы можете прямо сейчас посмотреть, как у вас это будет. Вот так вот, например, пододвинуть. Так, садитесь. Вы можете садиться, ты как будто логопедически. Да, да. Садитесь, я вам подыграю. Может, буквально не выговорю. Я не смогу. Да. И так оно вот так вот, да? Вот так, да, опускается. И занимаешься с ребенком. Да. Вы можете обратно его закрывать, задвижать. А это дерево, да? Дерево, это паркет. Это паркет, у вас верхний слой дуб. А там внизу шкафы, что ли? Шкафы, да. Ой, как хорошо. У меня много чего. Да, я все. Ну что, а противоположное? Смотрели? Смотрели? Раз. Ух ты. Ой, какая любимушка. Ух ты. Вторая половина папина, наверное. А вот, Наум Евгеньевич, посмотрите, что во второй половине. Боюсь. Давай. Можно? К тебе. О-о-о-о. Это типа рабочее место? Нижнее открываете фасады. И вот столешница у вас выкатывается. Вот это рабочее место. Рабочее место. Вот. Внизу можно системный блок поставить. Шикарно, шикарно. Все вроде бы скрыто. А вот люблю я такие фантазии. Очень все функционально. Очень все функционально. Шкафчики всякие, полочки там. Но это еще не все. Вы тут разгадали. Вот. Как вы думаете, на чем вы спать будете? Раздвигается, наверное? Не совсем. Ну попробуйте. Снимайте подушки. Подушки снимайте. Сейчас вам помогут Марина с Георгием. Вот. Ага. Вот. Все очень тут легко. А теперь тяните. Тяните. Отпускайте. На медь отпускайте. Все, на самом деле. Ох, какая красота. Цвета какие. Это вообще круто. Ну давайте. Пастель вот так вот пристегивается. Да, пастель пристегивается, чтобы она не падала. Давайте ложитесь. Даже лечь. Вон подушки у вас специально есть. Ложитесь. Ну-ка. Ложитесь. Ирина Анатольевна. Ой, здорово. Все. Ой, класс. Все, я хочу вставать. Необычно, не совсем так вот я представляла, будет все располагаться. Пока много говорить не могу, потому что я должна все это, в общем-то, переварить. Но интересно. Интересно. Мне рабочее место обеспечено, это точно. Вот с этой точки зрения все прекрасно, я считаю, что единственное, нет телевизора, это особенно может касается. Как он переживет этот... Ничего. Это все для нее в основном. Так. На три четверти. Ну, на четверти для меня. Компьютер поставлю, все подключу, посмотрю. Там кусочек мне тоже выделят, может быть, если я хорошо попрошу. Определенный выделят. Не Эрмитаж в моем понимании этого слова. Но не могу сказать, что меня это как-то шокировало, в смысле, в плохом смысле. Мне понравилось. Мне понравилось. Единственное, некоторые мелочи, что это не доделано, не додумано немножко. Шторки эти верхние, до них не достанешь полу. Надо стул какой-то, табуретку, что-то подставлять нужно. Еще вопрос. Мне стекол не хватает. Потому что мебель – это хорошо, а вот книги-то стоят, они очень пылятся. Любую книжку возьмешь, через год хлопнешь по крышечке. Думаю, что у нас книги будут другой полиции. Там же здесь будет пособие основное. Мама, сюда перетаскивай пособие. Ты мне книги не дашь? Нет. Книги будут там. У нас много полных. Нет. Они освобождаются от пособий. У меня тут есть, правда. Есть. Ну, для твоих книг хватит. Начнется у вас дележка шкафов. Это сразу же. Это мой. Как вам спальное место? Вот такого плана что-то хотелось. Вы прям погадали. Легко поднимается, легко опускается. Мне очень понравилась картина, кстати. Не картинка. Фреска. Фреска, да, да. Очень. Море. Ну, вот. Вода. Вода, скалы, которые там далеко где-то. Не видно. Вы пока вот не ощущаете этот интерьер, как ваш? Еще нужно в нем как-то реже. А вообще все чужое пока все, но интересно, очень интересно. А как все чужое? Да, вот так резко. Будем надеяться, что сроднимся быстро. У нас для вас есть сюрприз. Компания «Софья» дарит вам сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Вы сможете приобрести любую продукцию фабрики, а также подобрать паркет, двери и перегородки в едином стиле. Пожалуйста. Большое спасибо. Завтра в дачном ответе. Сложный фиолетовый. Как правильно использовать в интерьере цвет, который считается депрессивным. А также история старой шали. Фары для уюта. Конь-бурушка. И секреты платочной мануфактуры. Если вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129075 Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok